Итак, ребята, как и сказал, мы продолжаем, конечно же, сейчас с играми для Xbox 360. И опять же, я сделаю небольшое интро, так как для меня это абсолютно уже другой день, спустя где-то примерно одну неделю с прошлого видео или с прошлого сегмента к этому видео, где я показывал вам Xbox Original игры. Так вот, и это абсолютно не в моих планах было, но, как вы можете посмотреть, у нас также 18 игр для Xbox 360. И это все, ребята, благодаря тому, что 15 ноября, опять же, повторюсь, у нас был анонс очень многих игр по обратной совместимости. И я был вынужден их купить, так как я вам уже много раз говорил, я коллекционирую игры по обратке, потому что если вы один раз в своей жизни поиграли в Xbox 360 игру на консоли Xbox One X или тем более на Xbox Series X, то уже очень-очень неохота возвращаться на Xbox 360, потому что, как вы знаете, к хорошему привыкаешь очень-очень быстро, к сожалению, к большому сожалению. Ну да ладно. И что нас ожидает вот в этом вот сегменте Xbox 360 игр? Ребята, я сразу вам скажу, здесь будут очень-очень раритетные дорогие игры, пару штук, их всего две. Я на них, конечно же, зациклюсь по полной, потому что мне есть, что об них сказать. И где-то ровно половина, штук 10, наверное, у нас будет, как вам сказать, одна серия или одна франшиза. То есть, сразу вам небольшой спойлер, да, это речь пойдет о играх LEGO. То есть, LEGO, как вы знаете, я уже давно вам говорил, что я собираюсь все игры собрать по LEGO, потому что, как этого вам всем известно, это обалденные, хорошие игры с сюжетом, у которых есть начало, у которых есть окончание, так называемое. То есть, мы проходим игры, как, ну, как подобается. То есть, вы знаете, это не баскетбол, не футбол, FIFA, вот это все. Так что эти игры должны быть у меня в коллекции. Я на них не обращал внимания по нескольким причинам. Самое первое, ребята, это очень-очень-очень дорогие игры по LEGO. Потому что, вы знаете, там использовались и Warner Brothers лицензии, и Disney лицензии. И сейчас в нулевом состоянии игры по LEGO просто нереально нигде купить. Я был вынужден, конечно же, брать все BU, то есть Second Hand. И я, конечно же, вы знаете, я очень педантичен, если речь идет о видеоиграх. И мне нужно было обалденное состояние. И, как вы знаете, обалденное состояние найти можно, но оно и стоит, как вы знаете, подобающее. Так что я все-таки собрал все силы в кулак, так сказать, и решил добить в 2021 году все мои хотелки. И да, насчет хотелок, ребята, все игры, которые здесь сейчас будут, где-то не все, а где-то половина ровно, я их уже как года два хочу купить. Они уже давно у нас по обратной совместимости идут на консолях Xbox. Но вот именно цена, досягаемость этих продуктов у меня просто не было никак все времени. И, если честно, желание собраться и отдать такое бабло за это за все. Но я решил в этом году, в 2021, не делать таких ошибок, как я делал прошлые два года. И все мои хотелки перенеслись на следующий год. И, знаете, я думаю, нет. Я лучше сейчас все мои хотелки. Об этом, вы знаете, как сказать, об нулю. И в следующий 2022 год я уже зайду без всяких либо хотелок. То есть я там сконцентрируюсь уже на игры, которые будут новые выходить. И мне не надо будет оборачиваться назад, если можно так сказать. Так что, ребятки, знаете, половина игр здесь будет LEGO. Но я уверен, мы по-быстрому отстреляемся. Сразу еще небольшая такая, опять же, как вам сказать, информация. Мы, конечно же, посмотрим на геймплей для всех этих игр. Потому что я обязательно всегда делаю так, чтобы в моих видосах был геймплей. Как бы демонстрация игрового процесса. Я также буду, как и в случае с Xbox Original, держать геймплей не больше одной минуты. Потому что иначе у нас видео затянется. Так как после этого видео у нас еще будет третье поколение, так сказать, Xbox генерация. Xbox One и Xbox Series. Буду делать по минуте и обязательно буду в LEGO играх вырубать напрочь музыку. Потому что у меня очень-очень, так сказать, болезненное прошлое связано с играми LEGO. Если кто помнит, я когда распаковывал LEGO и Гарри Поттер, так мне видео полностью закрыли. Мне пришлось его обрабатывать по-новому. Мне пришлось его резать по-новому, рендерить по-новому. Это столько мороки, когда видео у вас идет 2 часа или, не дай бог, больше. И правообладатель накладывает свои гнилые ручонки на какие-то 3 секунды сегмента музыки. И благодаря этих 3 секундам закрывается все видео. Так что я озарекся вообще, LEGO игры никогда больше не буду вам показывать со звуком. Я прекрасно понимаю, атмосфера не та. Вы абсолютно не поймете, что да как. Потому что особенно, если мы сейчас, речь пойдет о Звездных Войнах, о Индиане Джонс, о Властлинголец. Вы знаете, музыка это 85% атмосферы. Вот именно вот эта лицензионная музыка. Но, к сожалению, ребята, опять же повторюсь, я не могу вам этого показать. Если вы купите игру, вы насладитесь этим музлом сами. Короче, 17 игр бушные, 18-ая не бушная. Что там такое? Интрига. Посмотрим. Ребятки, так же давайте, как там принято, усаживайтесь поудобнее. Давайте уже будем начинать, а то я 5 минут здесь наговорил. Непонятно чего. Но сейчас пойдет побыстрее, обещаю. Итак, Xbox 360 игры, которые также идут. Как я уже много раз говорил в этом видео. Но повторюсь. Все, вообще без исключения, все эти игры идут на консоли Xbox Series X. Итак, ребята, и начнем сразу с козырей. Да-да-да. 50 Cent Blood on the Sand или 50 Cent Кровь на песку. Вы не представляете, сколько мне стоило нервов, сколько мне стоило времени и сколько мне стоило финансов раздобыть вот эту игруху. Для вашего понимания, ребятки, после 15 ноября, когда эта игруха была анонсирована по обратной совместимости, без того уже дорогая игра. Почему дорогая? Потому что ее мало. Ее очень-очень мало было запрессовано. И прессовалась эта игра только в Англии и в Америке и в Японии. Больше нигде. То есть нет наших немецких изданий. Нет французских или испанских. Есть только, как вы знаете, английские версии. Так вот, она без того была уже дорогая. Но после 15 ноября в тот же день вечером я пошел на eBay, потому что я все-таки, вам уже говорил, стал, решил взять все игры, которые были анонсированы по обратке. Я пошел на eBay и я офигел. Я не покупал эту игруху в коллекцию в Xbox 360 мою, потому что она была тупо дорогая. Но сейчас, опять же повторюсь, после 15 ноября взорвались цены. И самое меньшее, за сколько вы сейчас, если зайдете на YouTube, на eBay, сможете найти эту игру, вы можете ее не просто взять и купить, а вы можете только торговаться. То есть самый минимальный торг, который вы найдете, это 150 евро или 150 долларов. Если вы дадите 152, 153, то я не уверен, что у вас получится выиграть этот торг. Вас, как бы сказать, переэтывают. По-немецки это убебитывают, я не знаю, как по-русски сказать. То есть, если вы дадите 152, кто-то найдется, кто даст 154, и так можно до бесконечности доходить. Ребята, я стал искать и я офигел. Я так захотел эту игруху, потому что, во-первых, это культ, во-вторых, ее очень мало, и она должна была появиться у меня в моей коллекции Xbox 360 игр, тем более по обратке. Я стал смотреть, нигде никаких вариантов для себя не нашел. В торгах я не участвую в принципе, потому что у меня нет времени и нервов, знаете, сидеть и торговаться, не зная на что. Я покупаю только на eBay тогда, когда я могу взять и купить без всяких торгов. Так вот, никаких американских версий, никаких английских не было. Но я зашел к этому вопросу по-другому. Я стал искать немножко поглубже на eBay. И, как вы можете посмотреть, да, мне удалось у нас, в Германии, у какого-то коллекционера найти игру с Японией. Как вы видите, это японочка. Да-да-да, как вы видите, вот здесь вот NTCJ, как вы видите. То есть NTC Japan. О чем это говорит? Это говорит, ребята, о том, что если в игре нет регион-фри, так сказать, если она не свободного региона, или как сказать, то я не смогу никогда в эту игру поиграть на моих консолях, потому что все мои консоли, это PAL-консоли Xbox 360. Но, как вы знаете, благодаря обратной совместимости и прошлому поколению консолей, которые напрочь отказались от региональных защит, от региональных замков, эта игра запросто, как и все другие американские или японские игры, вы вставляете ее в Xbox Series X, и она мне скачала, да, игру без проблем только, конечно же, японского, как самому сказать, японского региона. Там стояло вот и название, и в скобках JP, то есть Japan. Но сразу хочу вам сказать, игрушка полностью на английском языке. Единственное, что здесь на японском есть, и японский язык здесь присутствует, он присутствует в меню, когда вы, например, заходите в опции, вам нужно музыку поменять, мы, кстати, о музыке еще поговорим, заходите в картинку, что там, яркость поменять, и вот эти кнопки, которые снизу, например, X, это подтверждение, например, кругляшочек, о, не кругляшочек, а как он называется, B-кнопка, например, выход, это все написано по-японски, но вы знаете, здесь не надо быть каким-то гениусом, я не знаю, гением, чтобы запутаться вот в этих вот трех символов, ничего страшного. И когда вы по игре бегаете, есть еще как бы задания, которые выплывают в правом верхнем углу экрана, и вот они тоже на японском, но здесь задания одни и те же. Преследуй, убей, 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 все. То есть, для вашего понимания, я стал записывать геймплей для этой игруки, чтобы показать вам вот здесь сейчас, и я пока ее не прошел, я не остановился. Я игру прошел за два дня, первый день я просидел шесть часов, второй день я просидел около трех часов. Она мне такой фан сделала, который мне не делала уже много-много лет, никакая другая игра за последние лет пять точно. То есть, для вашего понимания, когда мы на Xbox 360 поколений плевались на эту игру, говорили, да как может игровая индустрия так низко пасть? Но сейчас, когда мы вот эту игру сравниваем с тем, что у нас сейчас выходит, Call of Duty Vanguard, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, это шедевр, ребята. Для вашего понимания, это шутер от третьего лица, можно сравнить с Uncharted из Gears of War. То есть, здесь та же самая механика стрельбы из-за укрытий, но это все аркадная механика. То есть, знаете, как бы в Gears of War, вы знаете, у нас все на серьезных щах, здесь это аркада, что-то типа байонеты, но только где нам не нужно пинаться, а нужно стрелять. Полный овер-то-топ нонсенс творится в игре. Стреляйте, убивайте, бегайте. Самое интересное, что игра не просто у нас банальная бегалка и стрелялка, у нас здесь есть уровни, где мы на джипах, на хамморах ездим, стреляем во все, что движется. Плюс у нас есть уровни, где мы летаем на вертолете и стреляем со шестиствольника. Куда попало? Взрывы, кругом все овер-то-топ. Если кто-то смотрел фильм Expendables со Шварценеггером, вот это все, неудержимые, по-моему, называется, то эти все фильмы, которые есть, вот эти неудержимые все части, умножьте еще где-то на 50, на 52. И вот это будет 50 Cent Blood on the Sand. Это настолько офигенный продукт. И знаете, здесь я не знаю, может быть это психологически складывается, когда я очень хотел эту игру, и я вынужден ее полюбить, чтобы, знаете, оправдать покупку, не сказать, что, а, игра фуфло, но сколько денег за нее дал. Ребята, если вы спрашиваетесь, сколько я за нее дал денег, я за нее дал 75 евро. Когда у нас выходит эксклюзив от Sony или от Microsoft, он стоит у нас 65-70 евро. За эту я дал 70 евро. Это мне еще повезло. Вы, я уверен, если у вас есть где-то дома вот эта игруха, тем более еще если англичанка, ребята, вы богатый человек. Вы можете ее загнать в любом вообще состоянии. Вы можете загнать просто диск, без кавера, без обложки, без ничего, и вы станете реально богатым человеком хотя бы на одну ночь. Вы ее можете загнать за 300, за 250 долларов без проблем. Поверьте мне, найдутся покупатели. Найдутся. Короче, игруха мне понравилась. Все очень-очень классно. И еще, конечно же, вы можете в игре играть в кооперативе. То есть онлайн кооператив или на одном диване, как вы хотите. Когда у нас, например, гоночные миссии, где нужно ездить и стрелять, то один управляет, другой стреляет. В вертолетах точно так же. Один, а нет, в вертолетах два стреляете. Да, то есть мы все стреляем. Короче, игруха мне очень сильно понравилась. Тупой аркадный экшен. Наша самая задача нужна поубивать всех и как можно быстрее и круче. У нас постоянно там счетчик какой-то, где нам дают деньги, деньги, деньги. И оно так все классно. Плюс в игре присутствует такая система, когда мы можем просто какие-то стоять ящики повсюду по уровням. Мы можем их разбивать. И это выглядит как Resident Evil 5 и как Resident Evil 4. Вот то же самое. Вот серьезно. То есть игрушка понабрала отовсюду всего и стала культом. Плюс еще, ребята, самое интересное. В игре очень много музыки. Вы знаете, я люблю такую музыку. Но самого 50 Cent я не перевариваю до сих пор. У него есть обалденные треки, но вот как актер или как сказать вот этот, как певец, блин, как рэпер, я никогда его не слушаю. То есть вы будете смеяться, но вот этот мейнстрим, который сейчас идет, мне никогда не нравился. Я не могу сказать, что 50 он мейнстрим. Нет, у него обалденный есть трек, который вообще мне нравится больше всех его альбомов. Это называется My Life on the Line или что-то такое 90, по-моему, восьмого года. Офигенный трек. Остальное мне 50 не нравится вообще никак. Но когда мы бегаем здесь по игре, у нас присутствует 40, более 40 треков 50 Cent с его G-Unit'ом и вот это все. И знаете, как прикольно бегать по уровням и слушать вот это музло и стрелять по людям. Это настолько круто. Плюс, когда вы проходите игру, вы полностью открываете музыку, все 40 треков, плюс около 10 видеоклипов. И я не знаю, сколько Майкрософту стоило вообще сделать нам эту игру по обратной совместимости. Я не могу представить. Здесь нужно было купить бренд 50 Cent, а здесь нужно было купить бренд еще Dev Jam или Automate Records. Вы знаете, это компания аудиозаписи, которая принадлежит Eminem. То есть, здесь лицензия на лицензии, на лицензии, лицензия погоняет. И я вообще, я в шоке, как у нас эта игруха вышла по обратке. Но, немножечко я могу понять. Потому что, ребята, если вы посмотрите сюда, Bethesda Softworks, Zenimax Media Company и THQ. То есть, вы знаете, THQ превратилась в Nordic Games и потом переименовалась в THQ Nordic. Здесь, как бы опять, вы понимаете, я вам всегда говорил, что THQ Nordic, я буду покупать все игры, я сдерживаю свое слово. И плюс вот эта Bethesda, судя по всему, когда они делали эту игруху для Xbox 360, Bethesda, я не знаю, как-то подэтывалась, подсуетилась и подкупила, может быть, немного прав на эту игру. А может быть, и даже все права. И вот именно из-за этого у нас эта игруха идет по обратке. Если вы задумываетесь или задумаетесь вообще про игры, что-то типа Guitar Hero или вот эти всякие Just Dance'ов с Xbox 360, у нас ни одной игры нет по обратке из-за одного нюанса. Это лицензия и права на музыкальные композиции, которых нет у Microsoft, и они не хотят их покупать. Здесь же, судя по всему, это все принадлежит Bethesda, и у нас вышла игра по обратной совместимости. Плюс, ребята, почему эта игруха еще такая дорогая? И с чем связан вот этот ажиотаж именно после 15 ноября, когда все люди просто побежали в интернет, чтобы покупать эту игру? Вот, кстати, все-все-все вот эти вот, вы видите, Bethesda Softworks, Zenimax, THQ, Shady Records, вот эта вот звукозаписывающаяся компания, которая принадлежит Eminem, G-Unit, эта группа, вы знаете, 50 Cent. Короче, сколько здесь вот этих лицензий у нас игрушка вышла? По обратке это вообще. Так вот, с чем связан вообще ажиотаж, когда люди побежали в интернет? Все, ребята, связано с тем, что, что бы вы ни делали, этой игры нет в цифре. То есть ее невозможно купить в цифре, вообще никак. Опять же, из-за лицензии. Некоторые люди говорят, почему вот только с диска не могут сделать что-ли с цифры? Нет, ребята, если бы майки это могли сделать, они бы это сделали. Но раз они этого не делают, значит, на это присутствуют или на это есть какие-то веские причины. И самое первое, что приходит на ум, это лицензия на перепродажу игры. То есть майки могут сделать обратную совместимость на какую-то игру, но только если у вас есть физическая копия. У них нет права продавать эту игру заново, понимаете? Из-за этого ее нет просто в цифре. И вот многие люди хотели познакомиться до плюсы, я не знаю, просто тупо поиграть в эту игру. И им нужен был физический носитель. То есть если вы обладатель Xbox Series S, то вы никогда вообще в эту игру не поиграете. Просто вообще никак. Потому что этой игры ни у кого нет на аккаунте. Даже если вы купите у кого-то аккаунт. 50 Cent, насколько я знаю, никогда не выходил в цифре. Именно из-за этого стало вот такой вот, знаете, ажиотаж вот за этим диском. Я очень рад, что он ко мне пришел. Я вообще не сожалею, что я сейчас 12 минут здесь вам проговорил всякую ерунду. Но у меня прям, знаете, прям с меня вот это вот все. Вот этот прям, как это сказать, крик души. Ребята, я очень рад держать в коллекции вот такой вот дисочек. Вы посмотрите. Я сразу немчику пишу. Блин, не немчику, ребята, французу. Извините, во Франции я взял этот диск. Я ему пишу. Короче, чисто ради интереса, типа я не в теме. Я ему пишу, слушай, а давай-ка за 50. Он говорит, ты что, дурак, ты посмотри, сколько игра стоит. И когда он это сказал, я понял, что чувак в теме. Так что с ним, во-первых, лучше вообще его не злить. Во-вторых, не надо наглеть и просить, чтобы он сбросил цену. Я сразу заплатил то, что он захотел. И, ребята, если сейчас вы зайдете, то вы нигде за 75 евро эту игру не увидите. Только, как я и сказал, 150 и выше. Это офигеть. Диск, конечно же, в отличном состоянии. У нас здесь еще какая-то рекламка. Все цветное. Вот наш 50, который бегает и матерится всю игру. Вот-вот-вот, плеер. Вы посмотрите, может быть, вы даже увидите ваши треки, ваши любимые. И это только в начале. Открываются более 40 треков, ребята. Это вообще... Все очень классно. Взрывы. Просто такая безбашенность творится в игре, что я заметил за собой, когда я играю где-то минут 40, я заметил, у меня не спадает улыбка с лица. Честно. В прошлом, в далеком прошлом, когда у меня была Xbox 360 прочитованная, эта игрушка вышла у нас в 2000, по-моему... Да, в 2008 году. Ребята, я ирод такой. Я даже не стал ее скачивать себе и писать на болванку. Только из-за того, что это, во-первых, 50, я его терпеть не могу. А во-вторых, как может быть игра прикольная с 50 и вообще, что это такое? Это же не Gears of War, это же не Uncharted, это же не игра, которая у всех на слуху. И вот сейчас я понял, как я вам уже много раз в моих видосах говорю, то, что мне не нравилось, или я вообще даже не обращал внимания на какие-то игры. Сейчас, когда мне уже за 30, спустя 15 лет, с тех моментов, или 10 лет, или более 10 лет, я понимаю, какие все-таки раньше были обалденные игры, даже несмотря на то, что они вот такие тупые, как вот этот вот Blood on the Sand. Ребятки, крутая штука. Извините, что я так долго про нее разговаривал, но я должен был высказаться. Я прошел эту игруху. И единственная игра из всех вообще последних игр, за которой, вы знаете, я прошел, и я думаю, нет, нет, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Я хочу открыть все оружие. У меня давно такого не было. Тупо открыть все оружие. Я открыл все оружие, получил ачивку. Я открыл все какие-то драки ближнего боя. Да, здесь можно еще драться в ближнем бою. Офигенно. Классно. Ребята, я не знаю, как я вам покажу геймплей. Я обязательно покажу вам геймплей с музыкой, но я сделаю так, чтобы эту музыку YouTube не услышал. То есть, я похитрю немножко, но я обязательно хочу вам показать эту игру с саундтреком. Потому что без саундтрека, если вот просто играть и стрелять, это абсолютно не то. Как я и сказал в интро, музыка играет в играх для меня 85% всей атмосферы. Так что, ребятки, 50 Cent Blunt on the fucking cent. Все, 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 все. Может быть, доставшийся девка камень может обидеться? Может, это одинокое кил Lapaffae? Запись может полえて moderate halts. Если свальный бессонт с мель cілом астрологом улыб afraid? Да, конечно, конечно. Раул будет выходить на территории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мне уже как лет, наверное, два назад написал Amazon, что все, ее нету и скорее всего не будет. Я на это не обращал внимания. Никогда так в моем списке вишлист, мой такой, как он называется, да, вишлист, вишлисте я никогда уже за последнее время не скролливал до самого низа. А здесь мне пришлось. Я посмотрел, окей, Amazon можно забыть. Пошел на eBay. И в eBay я нашел эту игруху в Испании у какого-то чувака, и он мне ее продал за 45 евро. Да, ребята, может быть, некоторые из вас сейчас возьмутся за голову, скажут, ты идиот, ребята, и в принципе вы будете вправо, честно. Держа сейчас вот эти игры в моих руках, я тоже задаю сам себе этот вопрос. 75 евро. Вот за это. Серега, ты идиот? А вот это, Анючинбара, 45 евро. Серега, ты вдвойне идиот. И честно вам скажу, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но сейчас, когда у меня эти игры есть, когда я в них поиграл, вы знаете, я могу ответить на этот вопрос, что нет. Нет, ребята, у каждого из нас своя цель. Вот у меня цель как можно больше и как можно раритетнее набрать игр для моей коллекции Xbox 360, конечно, Xbox One, Xbox Original. И тем более игры, которые идут по обратной совместимости. Опять же повторюсь, если вы один раз поиграли по обратке, от этого уже вы никуда не денетесь. Это знаете, это как, когда наркоманам дают первую дозу бесплатно. Вы один раз попробовали, все, на Xbox 360 вы потом играете, когда у вас все криво, шатка, валка, тиринг, по всему этому долгие загрузки. Вы думаете, нет. Так вот, эта игруха, ребята, точно такая же ситуация, почти, почти аналогичная, как с 50 Cent. Фиг, где вы ее найдете. Она продавалась сугубо в Англии. Я не знаю, есть ли американская версия или нету, но вот это английская версия. В ней, насколько я знал, Multi 5, также и немецкий язык есть. Кое-как нашел в отличном состоянии. Все классно. У нас или люди продавали только диск, или обертку, или что. Ну, короче, нашел. Конечно, не такие у меня проблемы были, как с 50 Cent, но все равно нашел. Слава богу, все, игруха у меня. Я бы, честно вам скажу, никогда бы ее не купил себе в коллекцию, если бы ее не было бы по обратке. Но сейчас она вышла. И, кстати, это нифига не такая ситуация, как с 50 Cent. Если вы хотите поиграть по обратной совместимости, вы можете игруху купить. Она продается за 20 долларов в Story. Без проблем. Ее в цифре можно купить. Что это такое, ребята? Это у нас слэшер. Очень-очень кровавый слэшер с зомби, где мы управляем вот этой вот героиней. У нее еще есть сестра. И мы бегаем по какому-то городу, который заполнен зомби, и убиваем их. У нас вида третьего лица, слэшер. И да, ребята, самое главное в игре, это, конечно же, я сейчас, знаете, как говорится, кладем руку на сердце и говорим все слова. То есть, называем все свои вещи своими именами. Почему мы играем в эту игру? Да, во-первых, из-за того, что здесь зомби, все, кровавость. Но, давайте будем честны, нам всем интересно посмотреть, конечно же, вот на эту даму. И, ребята, чтобы понять вообще, о чем игра, здесь я обязан вам показать заставку этой игры. Потому что, как только вы посмотрите на заставку, вы сразу вообще поймете суть этой игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как? Да, вот у нас полностью весь город заполонили армию зомби. И у нас вот эта деваха, она только что была под душем, и ей нужно быстро бежать на улицу и всех убивать. И, конечно же, у нее нет времени одеваться, нету. Она только труселя надела на себя, и вот эту вот штуку, которая поддерживает эти самые... Все. И шляпу, конечно же. Больше у нее нет времени на одежду. И она вот в этом во всем выбегает на улицу и начинает всех... Своей катаной крошить на фарш. Также у нее, как вы видели в заставке, есть еще и сестренка. Она также помогает ей. И, блин, это ужасно. Это типичная, типичная японская игра. Когда у нас все вокруг крутится, вокруг вот этих вот девах. И в наше время сейчас, ребята, в наше время вот такое просто нереально сделать. Я не говорю, что, о, нам нужны такие игры. Ни в коем случае, нет. Но просто вот такой вот трэш, это я сейчас говорю, любя, конечно же, он должен быть. У человека всегда должно быть разнообразие, и он сам должен выбирать, что ему покупать. И вот сейчасшнем, вот в этом вот игровом попрыще, который у нас вокруг нас, вы видите, что делают из женщин. И у нас еще одна игра будет именно вот в этом сегменте для Xbox 360. Я вам покажу еще одну игру, про которую я очень-очень-очень рад, что происходит в последнее время с ней. Так вот, в этой игрухе у нас полуголая деваха, красивая деваха. То есть, я могу вам, честно сказать, как, ну, не кривя душой, привлекательная. То есть, это не дама вот эта вот с Diablo 2, понимаете? Это не Эби из The Last of Us 2. Это не бабушка с Returnal. Вы понимаете, да, о чем я? То есть, это нормальная деваха, которая бегает и всех крошит. И именно такое должно быть у нас. Но сейчас таких игр нигде нету. И я рад, что вот такие вот игрухи выходят у нас по обратке. Класс. Вот, вот эта вот деваха, сестра, она, видите, школьница, тоже бегает, всех крошит, кровь кругом. Классный этот, как вам сказать, классный, как сказать, классная фича, когда вы бегаете, рубите, рубите зомби. И через некоторое время ваш меч, он не может рубить больше, потому что, ну, он весь в крови. И у вас такой мув есть специальный, знаете, как у самураев в прошлом. Вы просто берете так меч и, хух, вот так, хух, сетываете с него кровь всю, которая на нем заетовалась. И потом он режет еще круче. Ну, ребята, это вообще 2009 год. Да-да, в 2009 году у нас сделали вот такие японские игры. Сейчас днем с огнем такого не сыщешь. Так, десочек, ребятки, Deep Silver, да, помните, да, я вам уже... А, нет, это не Deep Silver, это D3 Publisher, окей, спутал с Deep Silver, помните, который делал нам игруху... Ой, не помню, как ее зовут, и не буду даже сейчас выпендриваться и вспоминать. Так, о, и, кстати, ребята, мало того, у нас еще, оказывается, и фильм есть про эту деваху, который называется Чанбара Бьюти, The Movie, да. Где у нас, видите, в роли девицы, ну, реально, я не знаю, то ли с нее в игру писали персонажа, то ли, наоборот, сначала фильм появился, а потом игра, не знаю, без понятия. И вот она бегает и всех крошит. В то время еще, видите, Coming Soon тут DVD, то есть тогда еще нифига никакого блюра я не было, ничего. Класс. Черно-белая книженция. У нас здесь офигенная картинка вот этой девахи. И да, ребята, когда вы проходите игру, я еще ее не прошел, но там уже видно, когда вы проходите игруху, у вас открывается, конечно же, переодевальная комната, да, где в лучших традициях японских вот таких вот игр, как Dead or Alive и Dead or Alive Beach Volleyball, где вы можете наблюдать за девахами, как они там переодеваются. Мало ли, я слышал, в Японии это реально, я не знаю, чуть ли не народный спорт этим заниматься. Но окей, так вот в игре это присутствует, ребята, и я вам говорю все как есть. То есть вы можете переодевать девах, крутить их по-разному, и да, вот, вот, японцы, то есть вот так вот. Ребятки, он че... Ой, я не могу даже выговорить эту имя-фамилию, вот это вот у меня сразу в смех бросает, потому что я знаю, что в игре творится уже, я поиграл, конечно же. Короче, Onichinbara Bikini Samurai Squad. Боже ты мой, вот эта тема. Боже ты мой, вот эта тема. Ну, я понимаю, что ты мой, вот эта тема. И теперь, ребята, обещаю, пойдем побыстрее. Итак, следующая игруха, которая у нас была анонсирована 15 ноября по обратной совместимости, это страшный и ужасный Mortal Kombat. Да, Complete Edition, то есть полноценное издание. Сейчас мы его откроем. Кстати, ребята, для вашего понимания, мне удалось игруху найти, конечно же, конечно же, конечно же, конечно же. Фокусируйся. Ёкарный бабай. Чё, не сфокусируется теперь вообще никак? Док, сфокусируется. Я его заставлю, ребята. Как вы видите, полностью силдовая штука. Как вы знаете, если есть какая-то вообще возможность купить игру в силдовом состоянии, я, конечно же, это делаю, так как это мой предпочтительный для меня вот этот выбор. И здесь Xbox 360, которая... Ну-ка, ребята, какого года? 2000... Чё, не написано, что ли? 2012 год, ребята. Это 9 лет игруха пролежала у нас вот в этом вот... Вот в этом вот полиэтилене, фольге, не знаю, как-то еще сказать. И она сохранилась очень хорошо. То есть это я брал в магазине в австрийском, где я всегда покупаю игры. У нас Mortal Kombat этот, я не знаю, выходил или нет, то есть я за ним вообще не следил, так как вы знаете, некоторые Mortal Kombat у нас, особенно старые версии в Германии, были запрещены из-за крови и брутальности. Так что я, конечно же, взял в Австрии. Здесь полностью немецкий язык есть, как вы видите, бестселлер, то есть классик издания. Но, слава богу, как я уже много раз в моих видео говорил, классика, бестселлери, это... На Xbox 360 были не такие, как, например, Platinum Games, как оно называлось, на PlayStation 3, где сначала у нас были желтые подкассетники, помните, на PlayStation 3. Потом выходили такие серебряные подкассетники в желтом обличье, и потом, вы знаете, Essentials вышли, вот эти красные. Я без понятия, для чего это Sony делает. То есть, опять же, знаете, чтобы все точки над «и» растаять, ребята, ни в коем случае не это, но вы делаете игру дешевле, да, вот она раскупилась хорошо, вы продаете ее, вам охота ее продать. Вы делаете ценник, например, 30 евро. Почему вы делаете все, что только лежит в ваших силах, чтобы не понравиться покупателю, особенно коллекционеру? Потому что, как вы знаете, платины вот эти желтые, Essentials красные, их стараются вообще не покупать. А первопрессы, они распродаются, и именно из-за этого, из-за того, что первопрессы расхватываются, выходит платиновое издание, понимаете? Я бы мог понять, если бы они параллельно выходили первопрессы и платиновые издания, чтобы человек всегда мог выбрать. Но нет, в моей коллекции, как вы знаете, Resistance, по-моему, первая, вторая и третья, они все в платиновом издании, а нет, вторая, третья, потому что первую я взял с консолью. И меня это до сих пор гложет. Почему? Зачем? Вот это вот все. Здесь же, как вы видите, более-менее. Иногда здесь написано слово Classic, но подкассетники идентичные с нормальными версиями. Ребята, короче, Mortal Kombat. Был анонс, я опять смотрю, блин, я вот этот вот левый свет неправильно выставил, видите, отражается. Но да ладно, у нас был анонс 15 ноября, опять же, эта игруха вышла пообраточке, без понятия, как они это умудрились. То есть, вам на скидку, Complete Edition Mortal Kombat, она включает в себя еще и Фредди Крюгера, и плюс еще каких-то там, каких-то бойцов. Ну, короче, вот это все. И у нас игруха вышла пообратке. Опять, я не представляю, сколько Microsoft пришлось платить лицензии вот за это, за все. Но, вы знаете, у Microsoft денег полно. Так что, вот так вот. И да, вот такая вот тема у нас, ребята. Как вы знаете, это 2D-файтинг. Можно сказать, самый крутой 2D-файтинг вообще, который только есть. Для меня, я много пробовал, конечно же, 3D-файтингов. И вот самое, что мне понравилось, это, конечно же, Soul Calibur. И тем более, Soul Calibur 4. 4D-файтинги, любой Mortal Kombat возьмите, он всегда будет хорош. То есть, здесь я бы не смог вам сказать, какой мне Mortal Kombat нравится больше всего. И вот, ребята, о чем я хотел вам опять сказать, когда я хотел вам показывать вот эту игруху. И мы об этом говорили на вот этом вот японском вот трешаке. Да, это я любяя, ребята, конечно же. Посмотрите, какие в 2012 году у нас были персонажи. То есть, именно такими персонажами и они должны быть. То есть, Катана, Милена, Джейд. Вы помните, да? Вы посмотрите. Полностью. Так, как на Sega Mega Drive. У нас большие-большие, как вы видите, у персонажа глаза. То есть, ну, давайте все точки над «и» опять расставлять. И обалденное декольтье. То есть, мы, когда играем в эту игруху, мы прекрасно, да, понимаем. Вот это Джейд, вот это вот Милена. Что сделали в современном Mortal Kombat? Вы помните. Закрыли дивах всех. Вы не увидите на них нигде никакой, я не знаю, кожицы. То есть, вы понимаете, все закрыты, как у нас в Германии. Ходят здесь эти, как их называют, блин. Я даже не знаю. Приезженцы с других стран. Полностью женщины некоторые ходят. У них только глаза видно, все закрыто. Так и тут. Я не понимаю вот эту тенденцию. То есть, оно не то, что мне не по барабану, но вот когда наши игры и фильмы становятся другими, я не понимаю, с чем это связано. Ну, вот же, было. С чего? Вот когда пришла вот эта граница, когда у нас начался вот этот вот маразм. И теперь даже дошло до того, что из игр патчами вырезают то, что было. Я не знаю, ребятки. Ну, окей, пусть это будет на их совести. Здесь, слава богу, у нас все так, как было. Ух. Xbox 360 ленточка хорошо отходит. То есть, она еще новенькая, аккуратненькая. Опа. 9 лет никто сюда не заглядывал. И вот Серега, Ирод такой, взял тебя и открыл. Да, как вы видите, вот по этому значку. Это у нас английская версия. Обожаю этого дракона. Обожаю фильм Mortal Kombat. Рисовал этого дракона во всех тетрадях, когда учился в школе. И когда я закончил школу, я научился этого дракона рисовать намного лучше, чем вообще там решать какие-то примеры или там что-то писать. То есть, ну действительно, ничего другого не делал, как только рисовал на всех уроках и во всех тетрадках вот этого дракона. Если вы занимались тем же, то, ребята, вот такой вот лайк от меня, как сейчас принято. И книженция. Давайте глянем, что это такое. Книженция очень маленькая. Это уже, вы помните, рубеж 2012-2013 год, когда у нас после 2013 года, как вышли Xbox One, консоли и PlayStation 4, просто тупо перестали быть книженции. Ну, вот такая вот тема, ребятки. Mortal Kombat Complete Edition. Благодаря Microsoft, опять же, игрушка, которая восстает из мертвых, если можешь так сказать, с Xbox 360. Это очень круто. К сожалению, к большому сожалению, да, если у вас игра на PlayStation 3, пока, я не знаю, что будет в будущем, но пока, к сожалению, можно будет играть только на PlayStation 3. Эта же версия теперь играется на всех консолях от Microsoft. Это невероятно круто. Продолжение следует... 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 Fight! 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 Finish him! J wins! Ха-ха! И теперь, ребята, мы пойдем по-быстренькому. Да, следующая игруха, которая была анонсирована по обратке 15 ноября, это Mortal Kombat vs DC Universe. Что это такое? Это у нас игруха, где Mortal Kombat Alliance борется против альянса супергероев. Да, абсолютно не моя тема. Я помню, дел катал, так можно сказать, на болванку для Xbox 360. Поиграл немножко за Скорпиона, конечно же, за Бэтмена, и все как бы. То есть, никаких соприкосновений больше у меня с этой игрой не было. И больше мне, в принципе, добавить нечего. Ну, вот вы видите, Бэтмен, там женщина вот эта, плюс мужчина вот этот с буквой S на груди. Тут у нас Sub-Zero, Raiden, Скорпион, и вот они дерутся против друг друга и выясняют отношения. Опять же, все в стилистике Mortal Kombat'а оригинального, то есть, я имею в виду от Warner Brothers и NetherRealms, или как они называются, я не помню эта фишка. Короче, не суть, ребятки. Я поиграл чуть-чуть, и скажу вам честно, мне больше, конечно же, нравится именно Mortal Kombat'ы, который без вот этих вот DC Universe'ов и без Marvel'ов. Ну, окей. Вообще, если вы меня спросите, то DC для меня был всегда немного более прикольней, чем Marvel, потому что Marvel для меня он слишком цветастый, он настолько ядовито цветастый, что иногда от него подташнивает. Именно в моем, именно меня, ребята. Сейчас, пожалуйста, не кидайтесь помидорами. Когда я смотрю, например, какой-нибудь фильм про Бэтмена, он суровый, он депрессивный, он темный, и именно вот такое нравится мне. Я прекрасно понимаю, у каждого человека свои вкусы, но вот Marvel, что бы я ни смотрел, и во что бы я ни играл, никогда не мог понять Marvel'а, кроме игры Captain America для Xbox 360. Если кто смотрел, то 8,5-часовое видео про мою Xbox 360 коллекцию вы, скорее всего, знаете, о чем я говорю. Так что, ребятки, у нас здесь конечно же, опять же, дисочек, опять же у нас английская версия, потому что здесь я уже пошел, знаете, в Англию и думаю короче, не в Англию, а в Австрию и думаю там и закажу. Потому что, ну мало ли, я здесь совершенно не помню была у нас эта игра, не была, и думаю, ай, лучше закажу сразу напрямую с Австрии. Так, черно-белая книженция, судя по всему, нифига не черно-белая, цветная, где у нас там, видите, всякие картиночки, Fatality, судя по всему, показываются. Ну, круто, окей. Я не буду книжки доставать, потому что, ребята, это все стоит времени. Mortal Kombat vs DC Universe Round One, Fight! Round One, Fight! Round Two, 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 Fight! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, следующее. И это у нас Стантмен Игнишин. Эту игруху уже нам дали по обратной совместимости где-то году, это в 2016, а может быть в 2017. Я ее никогда не покупал, потому что, во-первых, я ее не искал, а потом, как опять же я вам сказал в самом начале, думаю, я все хотелки хочу в 2021 году, под конец 2021 года, закончить. И небольшой спойлер, да, я все хотелки купил, и вы не представляете, какое это офигенное чувство. Только коллекционеры меня поймут. Когда ты сейчас прекращаешь год, и у тебя нет хотелок, ты ничего не хочешь, просто все уже куплено, и теперь можно делать планы на следующий год. Слава богу, там будет меньше всего, так как я в этом году расправился со всем. Так вот, Стантмен Игнишин, что это? Во-первых, да, THQ Nordic, или, как вы знаете, Nordic Games раньше была. Я вам сказал, все игры буду покупать. Как только я узнал, что это THQ, все, это 100% игруха должна была быть у меня в коллекции. Стантмен Игнишин, мы в роли Стантмена, то есть каскадера. Как вы видите, дяденька нас постоянно с камерой снимает, нам дают гонорар и говорят сделать стант какой-то, тот или иной. И игра выглядит таким образом, что вам дает задание, вам дает такая трасса с какими-то препятствиями, там что-то взрывается, ну типа они снимают фильм. И ваша задача, как каскадеру, сделать, проехать вот этот промежуток, проехать через какие-то препятствия, перевернуться, еще что-нибудь, приехать к финишу за определенное, отведенное для этого трюка время. То есть, если вы не справляетесь, то вы можете заново попробовать. И, конечно же, как и в Gran Turismo, помните, если кто сдавал лицензии, помните, ребята, Gran Turismo лицензии на PlayStation 1 и PlayStation 2? Перед тем, как вас запустали в игру, вы должны были пройти и сдать fucking лицензии. Без лицензии вы никуда вас не пускали. И вспомните Gran Turismo Sport, помните, да? Так вот, точно такой же хардкор можно для себя делать. Вы можете на бронзу сдать, можете на серебро и идти дальше, вам бронзы хватит. Но я такой человек, я заметил уже с первого эпизода вот этой игры, я заметил, что я хочу каждый трюк сделать на золото. Потому что они настолько классно сделаны, я не представляю как. То есть, если бы я раньше знал, что игрушка вот такая вот именно, а не другая, я бы ее уже давно купил. То есть, представьте себе, эта игруха это собрание лицензий с Gran Turismo, которые нужно постоянно, постоянно пробовать, пробовать и, как вам сказать, пробовать сдать на золото. Я, к сожалению, не знаю, как это еще можно сказать. Я поездил, это офигенно. Самое классное, что игруха вам не надоедает, потому что каждый трюк длится не более 45 секунд. То есть, вам нужно там проехать, там, там, там. И раз вы проезжаете, если на золото или на серебро, я не знаю, вы можете посмотреть повтор. И повтор показывает вам тот повтор, который, как бы, будет приниматься в финальный фильм. Это настолько офигенно. Очень хочу верить, что в конце я вот себе разрисовал такую картину. Я не знаю, что оно так есть, но я себе так разрисовал. Очень надеюсь в конце увидеть всю нарезку фильма моих трюков. Короче, обалденно. Может быть, вы играли и скажете, как так, ты не знал про эту игру? Не, ребята, я про нее знал, просто тупо не брал до последнего. А сейчас, повторюсь, все хотелки у меня на нуле, и я, наконец-то, ее взял. Классно, очень прикольная. Так, как вы видите, у нас здесь дисочек. И княженция, княженция, ну-ка, что у нас за княженция? И да, и еще потусторонний арт. Там ничего такого сверхъестественного, как название Stuntman Ignition и все. Княженция, да-да-да, ребята, наш олдскульный гейминг, так сказать, позапрошлое поколение приставок. Так, блин, о, вот эта игруха Just 2, кстати, она у меня есть на Xbox 360, помните? Круто. И да, черно-белая княженция. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мне понравилось, честное слово. Я заметил за собой, что когда я записал геймплей, я не отстал от игры, я стал дальше и дальше проходить. Но, слава богу, не так, как с 50 центом. То есть я себя остановил играть. Там уже ночь была, и надо было спать ложиться, потому что утром рано вставать и все такое. Но вижу потенциал у игры задержать меня у экрана очень-очень большой. Два, один, акция! Держи машины! Держи машины! Крик! На карте! Круто! Кут! Правда хорошо, вообще. Я уверен, это ваш первый фильм? Продолжение следует... Итак, хоба! Не думали, не гадали, да? Игра по Сонику. Да, я, вы знаете, собираю игры по Соника, по Сонику. Давайте правильно склонять, товарищ Сергей. Давайте, давайте, окей, я ничего против не имею. Так вот, после 15 ноября у нас эту игруху анонсировали по обратке. То есть, сам Бог велел, как сам Бог велел. Я ее взял, и мало того, этот Соник, он теперь у нас поддерживается длина только на консолях Xbox Series X, потому что меня многие спрашивают, а FPS Boost работает на консоли Xbox One X? Нет, ребята, FPS Boost, к сожалению, работает только на консолях Xbox Series X и Xbox Series S. Так вот, он, вот эта игруха, получила сразу FPS Boost и идет в 60 кадров. Это очень, конечно, странно наблюдать за такой графикой игры. То есть, здесь Xbox 360, графика тех дней, олдскул и в 60 кадров. То есть, прикольно такое, знаете, непонятное что-то. То есть, если 60 кадров, сразу охота еще и 4К, знаете, для полного, для всего, да, хотя бы 1440 в динамике, да? Но нет, у нас старинная графика, но в 60 пунктов. Что это вообще такое? Что это за игруха? Это у нас гонки, гонки, вот эти вот рейсинг с Соником и с его друзьями. Потому что, как вы знаете, Nintendo, когда долбануло бомбу под названием Super Mario Kart, по-моему, или Super Mario Kart 8, или что, самая продаваемая игра. И всем, конечно же, захотелось сразу свои рейсинги сделать. Вы помните, у нас был Crash Bandicoot Racing, у нас был вот этот Sonic Racing, у нас также был как Spongebob Racing. То есть, полно этих рейсингов, ну, конечно же, я не знаю, я не фэн, я не могу вам точно сказать, как, что. Я здесь проехал пару трасс, единственное, что мне понравилось, это обалденное управление. То есть, настолько все индуитивно, гладко, и тем более в 60 кадров. Я не знаю, как раньше на Xbox 360 это игралось, но сейчас это прям любо-дорого. И самое, что понравилось, когда вы проезжаете, вообще у вас трасса состоит из трех кругов, и когда вы проезжаете третий круг, трасса деформируется и ведет совершенно в другое направление. И здесь, когда вы два круга ездите по асфальту, и третий круг внезапно пересекается, потом вводит в какую-то реку, и ваша машина трансформируется в лодку, это меня удивило, честно. Я вообще не знал, что здесь такое возможно. Что здесь такое возможно. Опять же, давайте будем правильно разговаривать. Хотя бы минимум пытаться. А то, ребята, я иногда, когда рендерю видео, думаю, тебя вообще хоть кто-нибудь понимает, что ты тут говоришь. То есть я иногда так коверкаю слова, что, ребятки, извините, но такова судьба. Так, как вы видите, здесь вот эти все товарищи Соника. То есть, ну, ребята, вы все прекрасно все это знаете. Лисочек. Нормальная стандартная версия, то есть, которая мульти 5, кругом. И Книженция, толстенькая Книженция, где... Да, черно-белая. Ну да ладно. Вот такая вот тема. Sonic All-Stars Racing Transformed. Обалденное название. Также не сильно она... Не сильно... Не сильно дорогая, да и не сильно дешевая. Мне обошлась эта игруха, по-моему, в 18 евро. Ну, теперь я есть в коллекции. Слава богу, круто. Слава богу, круто. Слава богу, круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как мы знаем, не могу сказать, что кому-то это нравится Даже для меня, для поклонника гонок, вообще всех видов, я поиграл Да, прикольно, но минут через 40, знаете, немножечко какое-то такое ощущение, что ну я наигрался, если честно, наигрался Ну, в коллекции идет по обратке Ребятки, десочек Опять же, в игре присутствует очень много музыкальных треков, то есть оригинальных каких-то рок-групп, я не знаю, рок-музыкантов И опять же, как, как у Microsoft удалось вот эти вот лицензии понабрать сюда Я вообще себе это никак не могу, не могу себе объяснить То есть вы не представляете, сколько стоит хотя бы одна композиция, чтобы ее перевыпустить Так У нас здесь книженцы опять же Блин, Xbox 360 поколение, как это было круто, а Не могу сказать, что мне прям, ой, как нравятся вот эти вот книжки все Но, ребята, когда они есть, это круто Потусторонний арт, я его не буду вытаскивать, ребята, потому что это все займет очень долго времени Потом его втыкать здесь, знаете, в прямом эфире, ну нафиг Красиво Так Так MX vs ATV Untamed Посмотрим, что это такое Субтитры создавал DimaTorzok Ну и чтобы далеко не уходить от вот этой темы гонок по, не то что внедорожью, а по грязи и по всему вот этому Опять же 15 ноября был анонс MX vs ATV Alive Это опять же THQ Nordic, опять же гонки Судя по всему THQ Nordic каким-то образом когда-то купила лицензию или им по дешевке она выпала И вот они теперь, и не теперь, а хотя до сегодняшнего дня, насколько я знаю, клепают игры по вот этому мотоспорту Я покупаю уже, опять же, только из-за нескольких нюансов Во-первых, это, конечно же, THQ Nordic Я пытаюсь собрать их полную коллекцию, которая только мне вообще попадает в мои загребущие ручонки Ну и, конечно же, это олдскульный гейминг Чисто вспомнить, как это все было на консоли Xbox 360 в то далекое время А это примерно год, это к 2012, по-моему, если мне не изменяет память Я поиграл Обалденное управление Обалденная опять музыка Но очень не обалденная графика Даже сейчас, когда мы играем на Xbox Series X То есть она идет точно так же игра, как и шла на Xbox 360 А мне кажется, на Xbox 360 здесь было, ну, максимально 480p Ну, настолько все мало, как сказать, малоразрешенное То есть очень видно пикселей во всех, во всех, вообще во всех видах, куда вы только смотрите, ребятки Так что вот такая вот книженция у нас Судя по всему, это не книженция даже, а такая штучка, которую вы можете собирать, складывать, как бы вкладыш или что Ну, вот такая вот тема, ребятки MX vs ATV Alive Пусть будет в коллекции Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... ... Играет музыка. Итак, ребята, сейчас мы подошли плавненько к играм по LEGO. Я не знал, как это сделать. Я хотел вам сначала, например, по две версии показывать, а потом думаю, нет, я обязательно, обязательно хочу по минуте геймплея показать, чтобы у меня было в архиве, знаете, как говорится, чтобы в видео были геймплейные моменты, чтобы человек мог посмотреть в любое время, да и для меня это очень долго рассказывать. Короче, хочу обязательно, чтобы в архиве были геймплеи, хотя бы по минуте. Так что буду показывать по одной. И, ребята, хочу начать с игры Индиана Джонс. Первая часть, да. И, опять же, давно ее хотел. Именно Индиану Джонс я хотел первую, вторую часть Индиану Джонс. Star Wars, Завязанной войны, которую я вам покажу немножко попозже. Не сильно хотел, а вот Индиану Джонс хотел. Но, к моему большому сожалению, игры LEGO стоят неимоверных денег. В нулевом состоянии вы их нигде не найдете, а только бушные для Xbox 360, например. Но проблема, какая большая проблема? Помимо того, что игры стоят очень дорого. Есть еще одна очень большая проблема, потому что, ребята, LEGO игры покупают в первую очередь родители для своих детей. Вы прекрасно знаете, как дети обращаются с физическими носителями. То есть, они абсолютно не думают ни о чем. И это я не могу злиться на них или как-то их упрекать. Это молодой мозг, который абсолютно еще ничего не понимает, не сформированный, так сказать. Ему чисто включите его любимого персонажа, вот этого вот пацанчика из LEGO, который состоит. И дайте ему джойстик, он будет просто нажимать на кнопки. Потом, когда он поиграл, он хочет другую игру, например, Fortnite или что. Он вытягивает диск из привода и просто его куда-нибудь зашвыривает. И вот LEGO найти в идеальном состоянии или просто в хорошем, очень-очень трудно. Но, слава богу, ребята, я сейчас вам покажу 10 игр. И эти 10 игр я купил где-то в разных 6 магазинах. И плюс с рук, конечно же, они все у меня пришли в идеальном состоянии. Кроме одной, Indiana Jones LEGO 2, там небольшая царапка была. Но ничего страшного, во-первых, игры идут по обратке, как вы знаете. Во-вторых, я, конечно же, все эти игры заинсталлировал на Xbox 360, на внутрь жесткого диска. Потому что я уже много раз говорил, ребята, обалденная фишка есть на Xbox 360. Это инсталляция игры полностью с диска на внутренний диск, то есть на хард диск. И вы можете играть оттуда. У вас, конечно же, вы не слышите привода потом, когда играете. У вас быстрые подгрузки и лазер не изнашивается. То есть это все круто. И плюс, помимо этого, эта функция еще очень хорошая функция для проверки дисков. То есть вы тупо берете диск от Xbox 360, вставляете в Xbox 360, закрываете лоток, инсталируете. И если у вас игра инсталируется на 100%, это уже сразу признак того, что все, игруха работает и будет работать всегда. Если вы, конечно же, будете держать игру именно в таком состоянии, в котором она к вам попала. Если вам попал диск с большими-большими царапинами, но он установился на Xbox 360, то все. До конца вашей жизни этот диск будет у вас играть. Потому что вы его дальше царапать уже не будете. Конечно, если вы начнете дальше царапать, то нет никакой гарантии, что он дальше будет работать. Так что тот диск Indiana Jones я, конечно же, второй заинсталлировал. Все заинсталлировал, все классно. Но, когда мы играем по обратной совместимости на консолях Xbox, вы знаете, диск может быть в ноль убитый просто быть. Вообще, может даже и треснутый быть. От него может куска, фрагмента не хватать. Все равно, ребята, он у вас заинсталируется. Так как Xbox считывает маленький-маленький только так называемый файл-адресат, который ему нужен, чтобы скачать из библиотеки со стора именно эту игру, которая у вас лежит в приводе. Короче, сколько мне потребовалось, я не знаю, усилий собрать все Lego Indiana Jones, все эти 10, которые я вам сейчас покажу, на физических носителях в отдельном состоянии. Вот эта, например, игра Indiana Jones мне обошлась в 35 евро, ребята, да. Плюс еще пересылка 2 евро с меня взял. Хотя человек живет в Германии. Ну да ладно, черт с ним. Черт с ним. Сейчас я все мои хотелки просто-напросто убрал. Все, их нет у меня. Теперь у меня все собрано. И, ребята, Lego Indiana Jones здесь говорить, я думаю, вообще не стоит ничего. Indiana Jones по первому Lego фильму. И вы, кстати, посмотрите вот этот корешок прикольный, да, желтый. И, как я заметил, вот этот желтый корешок, он присутствует на всех Lego играх. Или практически на всех. И, опять же, игрушка у нас от LucasArts, как я вам уже говорил в некоторых видео, они очень хорошо дружат с Microsoft. И у нас очень много игр по обратной совместимости именно от LucasArts. Так, вот такая вот тема. И, опять же, как я вначале сказал, ребятки, для геймплея я буду убирать полностью всю музыку, потому что я не хочу, чтобы ко мне стучались правообладатели и говорили, эй, ты, убирай свое видео или, я не знаю, будешь наказан. Дисочек. Мануальчик. Мануальчик черно-белый, насколько я помню, а может и нет, может и нет. Там у нас, конечно же, реклама идет фильма Индиана Джонс, который у меня уже и на Blu-ray, и на DVD, и где только его не было. Да, цветной мануал, ребятки, все круто. Хочу отметить очень-очень приятную графику в игре. Индиана Джонс, первая часть, Lego. Блин, наконец-то ты у меня в коллекции. Блин, наконец-то ты у меня в коллекции. Блин, наконец-то ты у меня в коллекции. Итак, Lego Индиана Джонс 2, конечно же. Как говорится, не будем далеко уходить. И, в принципе, ребятки, то же самое, то же самое, только теперь уже все по... Не то, что по второму фильму, потому что, вы знаете, это вообще четвертый фильм, но Lego Индиана Джонс называется Lego Индиана Джонс 2 Новые Приключения. Ну окей. Это, то есть, можно даже сказать, не по фильму, хотя вся игра крутится вокруг четвертого фильма. Окей. Который, как вы знаете, не самый-самый прикольный, как нам всем известно. И здесь, опять же, ребятки, я не буду ничего тут задерживаться. Чисто буду показывать вам, как это все выглядит. Будем смотреть, конечно же, на дисочек. На дисочек Lego Индиана Джонс 2 и плюс, как она, княженция. Мало ли, если кто-то из вас будет думать, черно-белый или нет. Как вы видите, в первой части был цветной, во второй черно-белый. Ну, деградация налицо со временем. Окей. Lego Индиана Джонс 2. Играет музыка. Играет музыка. Следующая игра по Lego, это Lego Batman. Да, The Video Game. И эта игра, если есть очень-очень такие хардкорные зрители на канале, такие, знаете, замечательные, которые все замечают, то вы прекрасно знаете, у меня игруха уже есть в коллекции, но проблема в том, что игруха шла в бандле с другой игрой. Batman первая часть и Pure, помните, да? Гонки на квадах на четырехколесных. И эта игруха у меня шла вместе с моей приставкой Xbox 360. Я не помню с какой. До последнего момента я думал, не брать, не брать, брать, не брать. Сейчас, когда на меня нашло вот это все закрытие Lego сета, которую я хотел взять для Xbox 360, я думаю, короче, я хочу, чтобы у меня в коллекции была именно стендалон версия. То есть, чтобы на диске была картинка, чтобы картинка была на всю картинку, потому что на том бандле, вы помните, вот так вот наполовину здесь Batman нарисован, здесь Pure написан, и диски белые, на которых написано Bundle Copy. Я терпеть такое не могу. Так что было принято решение взять Batman. И, ребята, Batman, он и в Африке Batman. Мы здесь с Робином деремся за правосудие. Да, да, да. Очень, очень, очень приятная графика в игре. Настолько приятная, что когда вы ее включаете по обратке, то такое ощущение, что игруха улучшена. Но она нифига не улучшена. Она идет один в один, как на Xbox 360. Но она настолько приятная. Вы сами увидите, конечно, это все в геймплее. Кстати, вы увидите намного лучше геймплей, если вы опять, ребята, несколько раз уже, тысяч раз говорил об этом, если вы будете смотреть, конечно же, видео в 4К. Потому что я делаю мои видео в 4К с такой надеждой, что если человек смотрит на телевизоре, кстати, всем людям, кто смотрит с телевизора, большой привет. Я сам всегда смотрю YouTube с телевизора. Именно для вас я и пытаюсь показать отличную картинку, ребята. Batman The Video Game. Так, здесь у нас обалденный, здоровенный мануал. Да, и он черно-белый. Он цветной, ребята. Полностью цветной мануал. Круто. Мануал у меня был. Диск, диска у такого у меня не было. Как я вам еще раз повторюсь, диск у меня был белый с надписью Bundle Copy. Теперь прям вообще все по фэншую. Класс. Диск, 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 дис АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и дальше, идем дальше. И это у нас LEGO Batman 2 DC Super Heroes. И эту игру у нас в Германии невозможно купить за нормальные, адекватные деньги. В бушном состоянии дерут за 50-60 евро. Думаешь, вы что, больные что ли? Слава богу, нашелся выход из положения. Это купить игру в Англии у какого-то коллекционера, судя по всему, в отличном, идеальном состоянии. Рад. Очень рад такому приобретению. Я не помню, когда, к сожалению, у нас был анонс игры по обратке. И, может быть, 15-го? Нет, 15-го нет, 100%. Игруха у нас уже давным-давно доступна по обратке. Но вот именно сейчас, повторюсь, когда я взялся за сет LEGO, я думаю, короче, я тебя возьму. Опять же, умопомрачительные штуки творятся здесь. Я играл именно вот в это Batman 2 с моим племешом на моей одной консоли. То есть на одном диване. И мы очень много фана получили от этой игры. Иногда, конечно же, знаете, задумываешься, что игрушка-то для детей. И иногда в некоторых местах, ну, очень трудно догадаться, что тебя хотят. То есть прямая охота пойти в интернет и почитать прохождение. То есть я считаю, что так как эти игры рассчитаны для детей. Кстати, здесь надпись, смотрите. Contains Mild Cartoon Violence. То есть содержит мягкую жестокость мультяшную. Это нас предупреждают. Круто. Так вот, о чем я, да. Когда такие игры делаются, в первую очередь, для маленьких, маленьких, маленьких людишек, то я хотел бы, чтобы эти игры были более доступны. Потому что я, когда играл с моим племешом, мне было иногда стыдно за нас обоих, что мы не знали, что делать, что от нас хотят. Ну, в конечном итоге все, конечно, прошли и все прикольно. Единственное, что мне не нравится в играх про LEGO, пусть это будут Звездные войны, пусть это будет Batman, Indiana Jones. В играх нельзя умереть на 100%. То есть каждый раз, когда вы умираете, вы воскрешаетесь. И это у меня забирает полностью всю, как вам сказать, все переживания за наших героев и вообще за интерес к игре убивает. Потому что как мы только упадем в какую-нибудь пропасть, мы потеряем немножко LEGO вот этих камней и идем дальше. Ну, как-то так. У нас здесь обалденные флайеры. Большое спасибо прошлому... Прошлому... Как сказать? Прошлому бизицеру хотел сказать. Нет, а как бизицер по-русски. То есть владелец. Большое спасибо прошлому владельцу, который все держал в отличном состоянии. Так что эти флайеры напрямую относятся к игре. Черно-белый арт. Напрямую относятся к игре. Так что они здесь остаются. Тематика Бэтмена и плюс уважение к прошлому владельцу. Повторюсь, ребятки. Бэтмен 2 DC Super Super. Почему я всегда хочу сказать Super? По-французски по какому-то. Бэтмен 2 DC Super Heroes. Вот так вот будет правильней. Продолжение следует... Продолжение следует... И после Индианы Джонс и Бэтмена мы переходим плавненько к Star Wars. Да, LEGO Star Wars и Complete Saga. Это у нас игруха, где мы бегаем по всем шести эпизодам вот этой вот эпопеи, вот этой шедевральной саги. Почему я говорю шедевральной? Потому что не знаю, раза три ее посмотрел от начала до конца. И каждый раз мне нравилось, что я вижу. То есть фильм не надоедает, фильм прикольный. Я нифига не фэн, я не фанатик Звездных Войн. То есть я абсолютно не смотрю на состыковки там чего-то или там еще что-то. То есть я абсолютно непридирчивый. Я когда включаю фильм вот такого вот рода, я в первую очередь хочу расслабиться. И я не знаю, посмотреть какие-то интересные картинки. И в принципе каждый раз, когда я смотрю Звездные Войны, я всегда получаю именно то, что я от игры хочу. Потому что очень много критиков есть. Я знаю Звездные Войны, то, Звездные Войны, сё, по барабану. Я знаю, что, честно вам скажу, когда я вам говорю, что смотрю все фильмы, я, конечно же, имею в виду первые шесть. То есть первые три и потом последние три. Я ни в коем случае не беру во внимание вообще никак последнюю трилогию, которая была снята после того, как Дисней купил лицензию. То есть те фильмы я вообще за фильмы не считаю. Извините, фэны. То есть вообще для меня это не фильмы. Так. Комплицага. Здесь у нас опять чёрно-белый. Блин, вроде бы Звездные Войны, вроде бы Дисней, вроде бы и Лего. И нам делают какой-то обыкновенный чёрно-белый, я не знаю, чёрно-белую книженцу, как знаете, на отлепись. Типа вот нах и всё. Ну, жалко, жалко. Короче, бегаем по всем шести эпизодам. Мне понравилось. Очень-очень сильно понравился визуал. Ну, настолько всё круто. То есть вы сейчас, если посмотрите, скажете, что ты тут увидел. Ребята, когда я играю в такие игры, я переношусь автоматически в то время. И воспринимаю или хочу воспринимать игру так, как люди в то время. И если я сейчас включаю игру, и она выглядит круче, чем некоторые современные игры, то это уже о чём-то говорит, да? Я думаю, вы такого же мнения. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Следующая. Star Wars 2 Classic Trilogy. Это у нас теперь классическая трилогия. То есть в том, как вы помните, в «Звёздном воине» комплицага мы там бегали по всем шести эпизодам. Здесь мы бегаем по классической трилогии. То есть по фильмам часть 4, 5, 6. Как вы помните, «Звёздные воины» начинали с 4, 5, 6, и только потом в 2000-х пришла первая, вторая, третья. Ну вот так вот, как его звали, Джордж Лукас посчитал нужным. И это, в принципе, для меня работает. Всё круто. Именно вот эта игруха, именно Classic Trilogy, я не знаю почему, стоит самое большее из всех вот этих «Звёздных войн», которые я только сегодня вам покажу, и вообще из его сета «Звёздных войн» по Лего. Я не знаю, с чем это связано, без понятия. То есть очень больших денег стоит. И вот этот вот, вот этот диск мне обошёлся в 30 с чем-то евро, ребята. То есть оно не жалко, но откуда такие цены, я не могу понять. Оно в цифре стоит по обратке за 9 евро. Ну а здесь диск, конечно же, физический носитель. Тем более это физический носитель для Xbox 360. А это более-менее ещё, вы помните, то время, когда игры у нас действительно были на дисках. То есть я могу с этого диска заинсталлировать игру, и она пойдёт, и она пойдёт без багов. То есть если даже патч какой-то выходил, то он, я не знаю, весит максимально мегабайта 2. Это не сейчасшнее современное время. Я ни в коем случае не хочу сказать, что сейчасшнее время мне не нравится. Нет, мне нравится, когда мы покупаем игру, и нам её патчат, патчат, патчат. То есть мы купили продукт, и люди за ним смотрят. На современных консолях, так же, как и на ПК, как я считаю. Ну невозможно, ребята, держать игру в таком состоянии, в котором она вот вышла, и вот держать её так. Нет, всегда что-то новое выходит, всегда что-то новое добавляют, всегда что-то убогое или старое вырезают. Иногда, вы знаете, вырезают хороший контент, как, например, вы знаете, скандал GTA Trilogy и всё вот это. Я не к сожалению, а к счастью, не собирался даже покупать эту трилогию. То есть это у меня относится также к тем же играм, как и Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6, то есть по барабану. Ну вы понимаете, да, то есть моя точка зрения, я рад, что разработчики, несмотря на то, что игра уже вышла, всё равно пару лет её поддерживают патчами. И у нас есть возможность всегда её обновить. Но, к сожалению, физические носители, как в прошлом поколении это началось на PlayStation 4 и Xbox One, к сожалению, физносители уже далеко не то, чем были раньше. Но да ладно, очень даже вдвойне приятнее держать вот такой вот экземпляр в руках. Так, да. Так, Star Wars. И Книженция очень толстая, как я посмотрю, Книженция, там ещё что-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, там у нас рекламируют Force Unleashed, ну потому что Звёздные войны тематика. Цветная Книженция, это круто, круто, круто. Да, вот я увидел вот эти вот иконочки, вот этих вот человечков в Лего. И самое главное на пасти вот этих вот игр, Лего, что когда вы проходите уровень, нет, чтобы пойти дальше по игре, по крайней мере я с племешом, да и я когда один играл в какие-то, я не помню вот этого, в Бэтмена. Я заставлял себя перепроходить уровень заново и заново, я пытался собрать все секреты, я пытался собрать все легендарные камни Лего, я пытался всё собрать. И я застал себя на том, что игру я в принципе по игре не продвигаюсь, я делаю два шага вперёд и три шага назад. То есть нет, чтобы проходить уровень и просто заплюнуть потом на игру, я как не знаю, как этот, пытался проходить уровень на перфект, чтобы у меня стояло 100%. Потом думаю, зачем, зачем, и стал просто уже через силу, если честно, проходить игру так, как я её прошёл. То есть прошёл уровень, набрал 15% по барабану, дальше, пока меня пропускают по игре, дальше я прохожу и прохожу, прохожу. Так что было бы очень-очень, кстати, интересно, а как вы проходите игры? Если вот вы знаете много игр, где вы проходите, и вас показывают скрин с вашими, я не знаю, как это назвать, с вашими достижениями, и вам показано, ууу, вы открыли не всё. Типа у вас ещё здесь нужно открыть, там проценты, там что-то вы потеряли. Вы проходите так же уровень заново, или вы плюёте на всё и бежите вперёд. В последних играх современных я так и делаю, то есть я плюю на всё и иду просто тупо вперёд. У меня нет времени сидеть и искать вот эти все секретики. Но при первом прохождении я пытаюсь открыть как можно больше. Я всегда заглядываю во всякие углы, читаю записки, открываю какие-нибудь, я не знаю, какие-нибудь выдвижные шкафчики. Ну вы понимаете, как, например, Deus Ex Human Revolution. Обалденная игра, кстати, кто не играл, ребятки. Да даже и Deus Ex Mankind Divided. Обязательно поиграйте, это, ух, это шедевры. Не знаю, как я туда вышел, показываю вам Star Wars. Ну, короче, ребята, Star Wars 2 Classic Trilogy. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Next one, это у нас Star Wars 3. Да, это уже именно по фильму по третьему. Я не знаю, почему они именно выбрали третий фильм, потому что у нас в истории, как вы видите, Star Wars рассказывала сначала комплектную сагу, все шесть эпизодов. Во втором, во второй части нам показали классическую трилогию, здесь нам показывают именно третью часть. Почему бы не сделать еще не классическую трилогию, а теперь ту трилогию, которая вышла уже, я не знаю, после 2000 года. Так как, когда вышел Star Wars 3, у нас больше ничего по лего-то и не было, насколько я могу посмотреть для Xbox 360. Может быть, я что-то путаю, но да ладно. Опять же, Star Wars 3 доступна по обратке уже очень-очень много лет, но только сейчас я до нее дошел, ребятки. Слава богу, все фокусируется, да, слава богу. И вот такая вот тема. Опять же, эпичные большие бои. Опять же, мы бегаем, опять же, нам нужно стрелять, собирать. Опять же, вот эти вот пресловутые собирательства во мне просыпаются, когда я прохожу тот или иной уровень и не могу себя заставить пройти дальше, просто скрипя сердцем, потому что я хочу собрать 100%. Но потом задумываешься, сколько времени понадобится, чтобы собрать все 100% в игре. Так, черно-белый мануальчик. И, ребята, этим самым, да, у меня все Star Wars'ы LEGO теперь собраны для консолей Xbox 360. И мало того, они все, падлы, идут по обратной совместимости. Но это не фантастика, а. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Та-да! Да! Самый-самый дорогой LEGO из всех вот этих, которые я вам показал. Это LEGO Властелин колец. Как вы знаете, опять же, 15 ноября все те игры были у нас по обратке. Эту только анонсировали 15 ноября. Мало того, эта игруха сразу получила еще и FPS Boost. Она идет в 60 кадров на консоли Xbox Series X. Мне обошлась эта игруха в 40 евро, ребята, но, да, по-другому никак. То есть, если я хотел, знаете, как я вам уже много раз сказал в этом видео, все на ноль, все мои хотелки сделать в этом году, то я уже не стал там, знаете, выкручиваться, выеживаться. Думаю, короче, я возьму все, что мне надо. И вот, наконец-то она вышла. И сейчас игра только дорожает, дорожает и дорожает. Опять же, я не знаю, с чем связано. Вроде бы, насколько я могу посмотреть, игру вы можете купить в цифре без проблем. А может быть, может быть. Если нет, ребята, поправьте меня, пожалуйста. Я, к сожалению, сейчас, вы знаете, так резко вам сказал, но, честно скажу, не знаю. По-моему, она в цифре 20 евро стоит. Короче, я, как всегда, взял ее, конечно же, на физносители. Теперь она у меня все. Теперь ни о чем не нужно задумываться. Игруха у нас вышла в каком году? В 2012. Да, фу, хотел сказать 2004. Думал, там тогда Xbox еще не было. Но нет, 2012 год. Так, ух, красивый дисочек. Прям такой, знаете, прям, такие цвета красивые, такие темно-зеленые, серые там. Круто. И Книженция, да. Как вы видите, конечно же, я беру всегда полнокомплектные, стараюсь. Черно-белые. Да, черно-белые. Окей. Ну, я даже не знаю. Ну, это абсолютно, абсолютно отличается от всех других игр. То есть, как бы, нет, не подумайте, неправильно. Это та же самая игра, где мы управляем маленькими человечками, которые не могут умереть даже с 25-го раза. У вас всегда есть шанс выжить. Как это, я не знаю, сказать. Все игры, конечно же, играются в кооперативе на одном диване. То есть, без исключения, все LEGO игры, они настроены, в первую очередь, на кооператив. Ну, и, конечно, на соло-игроков. Самое, что мне помнится, именно вот в этой части, в LEGO... Как она называется? LEGO Властелин колец. Мне все охота, ребята, сказать Darker the Ring. Это по-немецки. Но потом в голове у меня что-то переклинивает, и хочется сказать Lord of the Rings, то есть по-английски. И вам нужно сказать по-русски. Властелин колец. И вот это у меня все смешивается, и я иногда реально думаю долго, какое вам название сказать. И это очень трудно, когда на подкассетнике стоит по-немецки Darker the Ring. И когда я это читаю, у меня... Ну, вы понимаете, да? То есть, мне... Прям... Такой... Тормозилово начинается у меня. Ну, да ладно. Это не должно вас беспокоить. А чем я хотел сказать? Эта игра отличается от всех других LEGO тем, что здесь очень много, например, дракона и все, которые не из LEGO. Как вы можете посмотреть, они не из LEGO. Это обыкновенные какие-то непонятные... Непонятные создания. То есть, как вы знаете, во всех играх LEGO все сделано из LEGO. Или, по крайней мере, там, я не знаю, процентов 95. Но здесь очень много, например, деревья, какие-то леса. Вон там та же самая башня, вы видите, оно сделано не из LEGO. И это, на мой взгляд, очень круто. Потому что, когда они все свое вот это вот запланированное, что они хотели внедрить в игру, пытаются сделать из LEGO, это не всегда хорошо получается. Потому что, как вы сделаете дракона из LEGO так, чтобы он хорошо, красиво, по-анимационному у вас был в игре? Никак. Из-за этого приходится тупо делать дракона вообще не из LEGO. И вот эта игра, она полна вот такими вот фишками. И мне, мне, если честно, нравится. То есть, ну, круто. Наконец-то властелин колец LEGO у меня в коллекции. Е-мое. Он идет по обратке из 15 ноября. И еще и FPS Boost. 60 кадров. Ребята, как сам Бог велел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и последняя игруха про LEGO, это Пираты Карибского моря или Pirates of the Caribbean. Да, как говорят в Америке или, я не знаю, там англоязычные люди. И, опять же, Пираты Карибского моря одна из тех игр LEGO, которые стоят постнословных денег. Мне удалось найти в Classic Edition, я не помню сейчас, где-то примерно за 20, ну, не более 30 евро. В идеальном состоянии все круто. Очень-очень рад, конечно же, моей покупочке. И да, это, как я уже и сказал, игруха последняя из LEGO на сегодняшний момент для Xbox 360. Очень мне понравились. Ребята, я уже сделал геймплей одну минуточку, быстренько записал. Самое, что мне понравилось, это, конечно же, вот эти вот обалденные заставки. То есть в заставках не говорят ни слова, потому что LEGO игры, по крайней мере, прошлые, из прошлого, они всегда были сделаны, знаете, как, ну, как вам сказать, как, ой, безразговорное кино. Как называется? Немое, да, как немое кино. Но это настолько классно сделано, настолько офигенный юмор здесь, настолько здесь офигенный современный юмор, чем-то напоминает, знаете, SpongeBob, губка-бок. Когда вы смотрите, вы знаете, там иногда такой юмор вам показывают, что вы думаете, ё-моё, как они этого вообще придумали. Так и здесь то же самое. Вроде бы у нас здесь пираты, Карибское море, но такие приколы здесь отсобачивают вот эти вот наши персонажи. Круто. Игруха обошлась мне также где-то около 30 евро. То есть здесь вообще без этого, наконец-то, давно ждал, опять же, все те слова, которые я вам уже на протяжении всего этого видео говорю. Наконец-то все мои хотелки у меня теперь взяты. Черно-белая княженца, если кто-то задумается себе брать, да. И этим самым мы закончили, да, наши игры по лего, и это офигенно. Игруха обошлась. Субтитры сделал DimaTorzok. И последняя игруха у нас сегодня это скейт. Вы, ребята, будете смеяться, но как и давно-давно я вам показывал скейт 3, по обратке он также идет. Сейчас у нас скейт 2, 15 ноября сделали по обратке, но он стоит баснословных денег, так что его сегодня не будет. И скейт 1 у нас уже доступен давно по обратке. И вот я теперь также хочу сделать себе трилогию, но опять же, к сожалению, без второй части. Пока, может быть, в следующем будущем появится. Почему я вообще смотрю на этот скейт и как он ко мне попал? Потому что вы уверенно, я уверен, вы будете уверенно смотреть это видео и скажете, ё-моё, это же не твой жанр. Ребята, вы правы, это абсолютно не мой жанр. Но я играл в Tony Hawk Pro Skater на PlayStation 1 с моим другом. И мы даже иногда после школы, нет, чтобы проходить дальше сифон-фильтр, первую, вторую или третью часть, я не помню. Мы садились и играли в Pro Skater, вот в этом. Мы пытались сделать трюки, мы пытались как-то выбивать не ачивки, а как все больше и больше скор набрать. То есть, у меня есть опыт с такими играми. И знаете, когда я третью часть брал, давным-давно уже у нас в закупах была, третья часть получила также еще и 4К обновление для консолей Xbox One X и Series X. Я поездил-поездил, и как-то не могу сказать, что я буду в это играть, но 40-50 минут я могу дать вообще этой игре времени, чтобы в ней понаходиться, поездить немножко. Потом она мне быстро надоедает. Я думаю, короче, возьму себе в коллекцию, тем более игра поддерживается по обратной совместимости. Я вам сказал, я пытаюсь собрать все игры по обратке, мне там парочку не хватает, но об этом в следующих видео, конечно же. Я уверен, со временем появится все. И пусть будет. К сожалению, что первая, что вторая часть, не получили 4К апдейты. Я не знаю, как это связано, как происходит выбор этих игр, которые получат 4К апдейт, но, скорее всего, это все связано, ребята, с движками. То есть иногда 4К апдейт просто нельзя прикрутить, так же, как, например, FPS Boost 60 кадров. То есть игра ломается. Microsoft, как вы знаете, уже давно сказали, они пытаются много игр дать нам по обратке, но некоторые где-то в конце, на последнем боссе, дают такой баг, который просто влияет на прохождение на дальнейшее, и невозможно игру пройти. Так же и здесь они говорили, что 4К апдейты мы можем дать не всем играм. Некоторые из-за этого ломаются. Ну да ладно. Короче, ребята, это просто для информации. Кстати, смотрите, как прикольно вот эта штука сделана. Как будто оно заляпанное чем-то. Вот начинается отсюда. Потом здесь, к сожалению, белый корешок. Я бы хотел, чтобы здесь так же все заляпано было. И продолжается уже вот здесь вот. Ну прикольно. Так что еще одну часть мне. Эта игруха мне обошлась, ребята, вы будете смеяться. В 6 евро. В 6 евро. Вот так вот должны стоить старые игры для Xbox 360. Несмотря, поддержатся они по обратке или нет. Несмотря на их статус. 10 евро максимально. Вот тогда бы мы все смогли насладиться хорошими играми. А так сейчас ценовой барьер для некоторых Xbox 360 игр. PlayStation 2, PlayStation 3. Это просто, ребята, ну, к сожалению, к моему такова жизнь. И очень многие люди хотят взять себе игру, но по каким-то причинам ее не берут. И первая, конечно же, причина это вот этот вот ценовой барьер. Некоторые игры стоят, уже много раз вам говорил, басно-словных денег. И просто иногда задумываешься, а оно мне надо. Но я пытался в этом закупе отключить вот это вот оно мне надо. И просто уже разыдываться с моими хотелками, как я уже много раз вам говорил. Так что, ребята, скейт появился у меня в моей коллекции. Слава богу, вторая будет обязательно когда-нибудь. Ну вот и все, ребята. Да, вот и мы посмотрели на 18 игр с Xbox 360 поколения. Да, это, можно сказать, самое-самое-самое реально дорогое пополнение за всю историю моих пополнений и закупов игр для Xbox 360. Именно для Xbox 360. То есть, конечно же, были еще и дороже игры для бокса, для обыкновенного. Ну, вы понимаете. Но вот именно вот это 50 Cent о ничбарах. Это вообще, это как я рад, что они у меня в коллекции. Круто, все четко. Ребята, что еще хочу сказать, что вы помните, у меня на канале было 8,5-часовое видео про мою коллекцию Xbox 360 игр. Но теперь оно уже не актуальное. И вот точно так же я, вот именно из-за этого я не люблю делать видео про коллекции, коллекции фильмов. Или коллекции PlayStation 4, PlayStation 3 игр, или Xbox 360, или Xbox One. Потому что, как только видео выходит, оно уже не актуальное. И вот теперь, вы помните, я вам показал более полутысячи игр в том видео 8,5-часовом. У меня где-то было 520, по-моему, игр. И вот к ним присоединяется теперь еще 18. И, к моему большому сожалению, вот этих игр уже нет в моей той коллекции. И люди, если будут смотреть ту мою коллекцию, они будут думать, что, а где же у тебя вот эти игры? Например, где у тебя 50 Cent? А где у тебя Mortal Kombat 9? А где у тебя Stuntman Ignition? А что, у тебя ни одной игры по LEGO нету? Нет, вот оно все. Ну, как бы, мы от этого не застрахованы. То есть, каждое, любое видео про коллекционирование или про коллекцию становится сразу же после выхода неактуальным. Ничего страшного. Ребята, мы посмотрели на все эти игрушки. И мне очень сильно, вот что вот с первого вот так вот мне предавалось, это, конечно же, ребята, Stuntman Ignition. Мне очень сильно понравилось. Мне понравился 50 Cent, а уничинбара, я не знаю, буду проходить или нет. Мне кажется, однообразно и надоест уже очень-очень быстро. Плюс можно, можно полетать, особенно вдвоем в AMX vs ATV Alive. Тоже более-менее понравилось. Ну и, конечно же, все LEGO вы можете со своими детьми играть вообще без проблем. Потому что, опять же, повторюсь, каждая игра по LEGO поддерживает, конечно же, кого прохождения на одном диване. И, ребята, я ни в коем случае не говорю чао, потому что это видео продолжается. Это видео у нас последнее в этом году. Я имею в виду последний закуп и вообще может быть последнее в этом году. Потом у меня много своих дел появится. И, короче, у меня не будет времени для канала. Там я уже посвящу полностью все время себе, как говорится. Вот такой вот я эгоист. И теперь следующий, конечно же, отрезок. Третье поколение. Это игры на Xbox, Xbox Series X. Ребята, будет жарко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok